Здравствуйте! 147 преступлений совершено за минувшую неделю в Палдарской области. Раскрыли из них 119. 21 Акима наказали за дефекты на дорогах в регионе. Стражи порядка провели с начала года 1260 обследований. Всего привлечено 220 человек. Нужно штрафов на общую сумму 6 миллионов тенге. В студии говорим о тех, кто нарушает закон или случайно становится его заложником. И вместе разбираемся, как не повторять ошибок. С вами Артем Клеван. Вот о чем будем говорить сегодня. Как провести Новый год без последствий? Петарды и прогулки по ночному городу. За что могут привлечь полицейские? Обсудим в студии. Сколько человек освободится из колонии в рамках амнистии? И кто из арестантов могут на это рассчитывать? Подарок на праздник. Рано вернувшийся домой муж застукал супругу с другим и за что получил по лицу. Не оставлять без присмотра елку с включенной гирляндой призывают павлодарские пожарные. По словам специалистов, проводка не всегда может выдержать, к примеру, перепады напряжения. При коротком замыкании пожара будет избежать сложно, как в случае с живой, так и с искусственной новогодней красавицей. Чтобы праздник не испортить, пожарные предупреждают. Соблюдать элементарные правила безопасности люди обязаны. За елкой в квартире, по мнению специалистов, нужно следить. Ведь воспламеняются даже новогодние красавицы, установленные на улицах. Это видео было снято пару лет назад в Экибастузе. Происходит замыкание, соответственно, елка, она быстро воспламеняется. И бывает такое, что, допустим, вешают игрушки, бумажные игрушки, бывает ватой, там, ну, нижнюю часть елки закрывает. Ну, вот из-за таких вот происходит возгорание. Аккуратнее быть и с традицией запускать фейерверк в новогоднюю ночь просят пожарные. Даже в этом нарушение техники безопасности может подвести. Напомню, 1 января 2021-го в одном из дворов Павлодара полхнула машина. В моторный отсек залетела петарда. Впрочем, и бенгальские огни за столом могут испортить праздник. Вообще, по идее, есть и весь вероятность возгорания из-за бенгальских огней. Если она же раскидывает угольки, если она нагревается, то есть, допустим, на пол дорожку или какой-то быстро воспламеняющий, если имеется, она возможна. Такая вероятность есть. Кстати, сотрудники ДЧС выдали предписание руководителям объектов образования и культуры утренников. Как таковых не будет, но все равно нужно быть осторожнее с новогодними украшениями внутри зданий. Как правильно отмечать Новый год? И всем ли он так уж сильно нравится? На что приходится закрывать глаза? И может ли, к примеру, полиция войти в положение? Говорим всего лишь об одной ночи в году. В студии начальник местной полицейской службы управления полиции Павлодара Арман Каптаев. Вам добрый вечер. Добрый вечер. Арман, вас сначала хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо, вас также тоже. Прекрасный праздник. Ну, кому-то нравится. Большинству людей нравится, судя по тому, что происходит на улицах Павлодара после 12 ночи 1 января. Стало быть, многие отмечают. И без этого никуда. Но всегда ли нормально и правильно его отмечают, это мы будем, собственно говоря, сейчас обсуждать. Для начала хотелось бы узнать о самой полиции. Как полиция проводит этот праздник, новогоднюю ночь и, в принципе, предновогодние, посленовогодние события? Ну, как в одном известном советском фильме, полиция по традиции переходит на усиленный вариант несения службы. Каждый год, 31 декабря, мы переходим на усиленный вариант несения службы. Сотрудники полиции также обеспечат правопорядок, аналогично, как и в другие дни уходящего года, но, значит, с усилением. То есть, переходит на двухсменный режим работы. Это у нас наряды патрульной полиции батальона, а также приданные силы, состоящие из числа сотрудников управления департамента полиции области. А личный состав, раз усиление, стало быть, больше личного состава выходит на работу, приходится ему выходить? Да, у нас, получается, 30% усиленного варианта несения службы остаются непосредственно в помещениях, как резервная группа, а 70% личного состава выходит на патрульные улиц и других общественных мест, то есть торговые дома. Праздника как такового нет у полиции. Ну, у нас, получается, задача стоит сотрудников полиции, это обеспечение правопорядка. Самое главное, чтобы у нас граждане, наше население встретило без происшествий, с наименьшим количеством происшествий и чрезвычайных, значит, последствий после празднования Нового года. Вы сейчас в должности начальника местной полиции, ну, не сейчас, уже давно начальник местной полицейской службы, и стало быть, по долгу службы вряд ли вы патрулируете улицы, не положено вам этим заниматься. Но, тем не менее, начинали, как и любой сотрудник, с какой-то определенной должности, и, в том числе, возможно, патрулированием занимались. Вообще, вот за свою практику, за многолетнюю, вы часто дома Новый год в 12 встречали? Ну, раз на раз не приходится. У нас бывают такие моменты, когда в дежурную смену попадает, допустим, 1 января, там, 30 декабря. Вот такие моменты можно, бывает, и когда находятся, значит, сотрудники не только про себя, но и сотрудники полиции в трудовом отпуске, к примеру, то есть, который предусмотрен тоже так же. Удачно вышел в отпуск? Удачно, можно сказать, вышел в отпуск, да, когда в течение года, например, по каким-то обстоятельствам не получилось. Вот к концу года такой подарок, можно сказать, новогодний для сотрудников полиции предоставился. Но это сложная вот, в эти, там, грубо говоря, 4-5 дней сложная работа? У нас самый наплыв, значит, обращения и чрезвычайных происшествий вызовов идет на постновогодний, то есть, период уже после того, как уже население встретит Новый год. Ну, правильно, 31-е люди закупаются, как говорится? 31-е люди закупаются, как бы у них домашний хлопот, и не до этого. И плюс ко всему, вы знаете, Новый год встречается в ночное время, как бы суток, если, за исключением некоторых отдельных категорий граждан, которых, как говорится, два праздника, Новый год и каждый день, которые каждый день всякие мероприятия проводят, отмечают. Ну, в основном, 1-го, 2-го января, вот после этого уже, с началом Нового года, у нас Новый год начинается, можно сказать, с наплывом вызовов, значит, обращений граждан. То есть, то, что, значит, было новогодней ночью, уже вытекает дальнейшие последствия. Наплыв случается, и, как правило, в Новую годнюю ночь многие жители Павлодара, любой, не Павлодара, жители Казахстана, любые жители, в любой стране начинают закрывать глаза на многие вещи. Все-таки, как мы отмечаем Новый год? Как правило, не как правило, любой человек, который отмечает Новый год, он нарушает закон. Как минимум, один закон он точно нарушает, шумит после 11-ти, или сейчас уже, по-моему, изменился, там, после 10-ти в годе. Ну, в выходные и праздничные дни, после 11-ти ночи, в 23-х часов, да. Стало быть, мы нарушаем закон. Простите нас. Простите нас, полиция, мы вынуждены нарушать закон. Часто ли вот звонят в полицию какие-то, там, ну, жители города Павлодара, жалуются на то, что вот они шумят после, там, 11-12 часу ночи и так далее? И как вы реагируете в этой ситуации? С одной стороны, можно, ну, вы же тоже люди, вы тоже понимаете, да, и в то же время, вроде, должны соблюдать закон? Ну, как Новый год, это тоже не исключение, получается, как и любой другой праздник. У нас в период праздничных мероприятий сотрудники полиции, полицейские, относятся с пониманием граждан, так как понимаем, что это праздничные мероприятия, это выходной день, специально, значит, государственные праздники. То есть традиции имеются, да. И, как бы, традиция имеется, значит, это как день рождения, то есть единство только у всех, получается, в этот период, в эту новогоднюю ночь. Всех отмечают. Также все отмечают, и с этим, с пониманием, также не исключением являются сотрудники полиции, как бы мы, бывает, и граждан, которые находятся в легкой степени алкогольного опьянения, где-то там, где-то не могут найти, сориентироваться в местности, как вот в фильмах показывают, доставляем до дому, передаем родственникам, чтобы в целой сохранности, значит, они встретили новогодние мероприятия, провели как бы в семейном кругу. А также, значит, сотрудники полиции с пониманием относятся, когда вот проводят профилактические беседы. То есть тут ограничиться уже беседами, беседами из граждан, когда внушения достаточно для того, чтобы пресечь какое-то совершаемое, либо, значит, которое готовится к правонарушению. Ну вот эти люди, которые ярые противники того, чтобы им шумели после 11-ти, а с ними как быть? Такие... Им тоже объяснять приходят? Ну, в основном у нас, получается, вызова, бывает, это связано с распитием, значит, в семейном кругу совместного застолья. После этого соседи, бывает, и обращаются, но тут уже мы меры принимаем, то есть уже пресекаем дальнейшие, значит, последствия таких посиделок, застолья. Проводим также беседу. Если этого недостаточно, то уже принимаем меры административного правового принуждения. То есть либо, значит, налагаем административный штраф составляем протокол, либо уже, значит, изолируем, то есть, значит, участковые пункты полиции. То есть нет таких людей, ну, может быть, один какой-то найдется, просто про него, опять же, вспомнить еще надо. Но в основном все люди... В основном с пониманием все это. С пониманием, да. Но опять же, если вызывать полицию, мне кажется, если один в многоквартирном доме спит в квартире, остальные-то все гуляют, то надо вызывать полицию в каждую квартиру. В каждую квартиру, да. Это крайне сложно. Что касаемо фейерверков, это тоже по факту нарушение после 1... Это нарушение тишины, да. Также у нас имеется, значит, правило по использованию пиротехнических средств. Пожарной безопасности, да. Пожарной безопасности, которые должны обязательно соблюдаться. Все меры предосторожности, которые, к сожалению, не соблюдаются большинством наших граждан. В связи с этим также имеется нарушение. Ну, это, как вы поняли, это единственный день в году, когда все запускают фейерверки, все используют пиротехнические средства. То есть тут уже мы тоже проводим... Опять же, вопрос по тишине. По тишине, то есть по характеру, значит, степени нарушения совершенного. Как у нас, вот вы знаете, случаи были несколько лет назад, когда вот машину сожгли нечаянно. В этом году, 1 января. Вот, и, значит, до этого тоже были, значит, такие жалобы, когда вот непосредственно нарушают тишину. То есть нарушение тишины, она распространяется на 365 дней в году. То есть будь то праздник, либо неправильные дни. Но опять же, после 12 начинаются залпы везде по всему городу, это мы наблюдаем, и жалобы вряд ли, наверное, поступают, так же, как и на нарушение тишины. Ну, жалобы единичные бывают, потому что, как я сказал, фейерверки все абсолютно используют, либо там приходят, посмотреть, там люди выходят на улицу, как бы, и плюс к тому, что, значит, многие начинают только праздновать. То есть, ну, отдыхает тщательное количество людей, которые вот, как бы, спят в это время, например. Кому-то на работу там. Да, кому-то на работу, на смену, как бы, кто-то уже на смене находится. Ну, праздник есть праздник, все с пониманием, что люди отмечают, полиция, те же граждане, жители нашего города, тоже кто-то из них, когда-либо отмечал, будет отмечать. Полиция и общество в тандеме. Да, все в понимании. Но можно от вас пару таких вот железобетонных советов, как правильно встретить Новый год, чтобы не стать таким клиентом полиции, скажем так? Ну, самое главное, нужно будет обезопасить себя для граждан. И меры предосторожности, как я сказал, при использовании пиротехнических средств. То есть, ну, поджигаете фитиль на расстоянии руки протянутой, 20 метров в радиусе должны находиться все граждане, потому что у нас тоже случаи такие были. Поджигали, значит, плюс не держать вот эти вот устройства, салюты, там, фейерверки, палки вот этих пиротехнического средства. А также распивать напитки, ну, как бы, советуем не в общественных местах, потому что тут можно стать или объектом преступления, Грубо говоря, в парке садиться, отмечать не надо. Да, тут не надо. То есть, Новый год – это семейный праздник. Его нужно встречать в кругу семьи. Либо, если это корпоративные мероприятия, то непосредственно в самом увеселительном заведении. Ну да, это наглеть не надо, товарищи. Ну, как бы, если выпили, вызвали такси, там, с кем-то проехались обязательно, как бы, ну, в темное время суток. Даже если это Новый год, понимаете, тоже бывают такие происшествия. Есть такие лица, склонные к нарушениям, которые могут, ну, где-то какое-то преступление в отношении вас совершить, например. Поэтому находиться в безопасности компаниями, можно сказать. В общем, самое главное – не забывать, что это семейный праздник. Наглеть не надо. Не надо думать, что полиция, типа, застала во всем понимание. Да, где-то есть какие-то меры, грани. Итак, на один закон в двух случаях, как минимум, полиция закрывает глаза на то, что вы нарушаете тишину в плане того, что гуляете у себя в квартире, громко шумите, и запускаете фейерверки – это тоже уже нарушение тишины, и тоже может стать поводом для разбирательств. Но полиция закрывает на это глаза, на самом деле. Мы не будем сейчас пытать начальника местной полицейской службы говорить, а вы правда закрываете? Мы сами это знаем, сами все отмечаем столько лет, все знаем, что полицию никто никуда не вызывает. Из вашей практики, часто ли Новый год приводит к каким-то конфликтам в семье, в сфере семейно-бытовых отношений, приходится полиции приезжать, разбираться? Мне кажется, в этом году, 1 января, что первое утром я буду видеть, это пресс-релизы от полиции, что какие-то ситуации курьезные происходили в Павловской области. Ну да, я как сказал уже, после встречи Нового года, это получается 1 января, 2 января, большое количество вызовов поступает. В основном это семейно-бытового характера. Даже бывали вот курьезные случаи, у нас получается, гости пришли, там готовились, жена с мужем готовились, встречали всех своих друзей. А уже где-то после встречи Нового года начали вызвать полицию. Гости не уходят с квартиры, отказываются. Сотрудники полиции приехали, начинают разбираться, там, в гости пригласили, сами пригласили, потом начинают уже выпроваживать, потому что гости захотели дальше продолжение банкета, застолье и так далее. То есть вот таким моментом тоже как бы случаются такие случаи. Ну, конечно, наглость со стороны тех, кто приглашает в гости. Ну ладно, это их дело, это их отношения. Так, про гуляния ночью в нетрезвом виде. В принципе, оно ясно, что в парке пить, сидеть, это нехорошо, неправильно. Да, но в нетрезвом состоянии можно передвигаться, тут запрета как такого нету, если это не оскорбляет человеческая достоинство. То есть надо соблюдать меры приличия. Идешь спокойно, не надо валяться и падать на полпути. Валяться, как бы передвигаться самостоятельно, если там не можешь, ну там с кем-то рядом под ручку, например, то сопровождающий должен быть обязательно. Если вы сильно пьяны, простите, а это может случиться, можно вызови такси или знакомый, пусть тебя доведет куда надо. Да, у нас тем более сейчас за управление транспортным средством тоже, вы знаете, срок увеличили, чтобы это все не было таким плачевным. Значит, чтобы после того, как встретил Новый год, потом уже не думать, а вчера зря я сел за руль, лишился прав, как говорится, подарок сам себе сделал. Кстати, вот поэтому тоже в новогоднюю ночь многие ездят. Увеличивается число людей, которых задерживают пьяными за рулем. Ну, в основном, как бы, ходит много, но не пренебрегает тем, что можно кого-то там за управление на транспортное состояние опьянения. Как бы этим не пренебрегает. То есть тут уже вызывает в основном услуга. У нас сейчас есть трезвый водитель. Как бы и сотрудники полиции сами, значит, профилактические мероприятия проводят уже в преддверии данных, значит, праздничных, то есть новогодних мероприятий. Ну, как бы в среднем, ну, может увеличиться там небольшой процент. Да, понятно. Да, в основном все, как бы, находятся дома или в каком-то заведении, как бы, отмечают. К слову, о заведениях. Корпоративы сейчас, мы говорим об одной ночи, говорим в основном об одной ночи в году, это с 31 на 1, но сейчас уже начались корпоративы. Да, одной ночи предшествует целый, там, праздничный, значит, досуг. Люди, тут совершенно другая ситуация. Там несемейный праздник, там люди с разных, бывают разные коллективы в одном помещении, конфликты без них никуда, где-то что-то, мужчины начинают друг, да и женщины, что же я, всегда так мужчины-мужчины, женщины похлеще бывают. И начинаются у них разборки в этих кафе, переходят на улицу, потом в соцсетях это все, и мы все обсуждаем. Как предостеречь? Самое главное у нас, получается, те мероприятия, которые проходят корпоративы, они проходят все в усилительных заведениях, рестораны, кафе, бары. Пользуясь случаем, хочу обратиться непосредственно к субъектам предпринимательства, арендаторам, всем рестораторам, которые проводят, организуют из себя банкеты, дабы, значит, уберечь своих клиентов. Значит, это же не только одна ночь в году, когда они будут работать. В дальнейшем они тоже будут функционировать. Это их имиджевая работа. Попрошу обезопасить граждан, значит, нанять специализированную охрану. У нас сейчас охранных фирм много по городу, очень много. Услуги их доступны. Ну, как бы, нанять хотя бы на... Для своего же успокоения. Для своего же успокоения, для своего же блага, чтобы завтра какие-то конфликтные... У нас и по республике такие случаи были, знаете, да? Конфликтные ситуации на почве, там, неприятных отношений, там, коллективы, внутри коллектива, между собой, как бы, там... То есть это мероприятие, но оно должно быть тоже обезопасено. Ну, обезопасено. Тут вопрос в чём? Что полиция охраняет общественный порядок, но не обязана заниматься охраной частных организаций. Помещение самого непосредственно. Да, да, да. Об этом должны позаботиться сами... Сами владельцы, сами субъекты. Я не понимаю, чем они занимаются, кто к ним придёт, что они будут там явно не чай пить, и могут быть по-разному. Понятно, что там алкогольные напитки, значит, сопровождаются застолья, всё им этим, значит, и после может... Опыт показывает, что всё-таки может к чему-то привести. Вы, если всё нормально будет, без каких-либо происшествий, Новый год дома будете отмечать? Ну, Новый год дома встретим, а потом уже как бы до Нового года на дежурстве, после Нового года тоже. У вас полиция дежурствует... У нас круглосуточно получается. Как руководство, у нас руководство находится... Сутки на дежурстве находятся, то есть определённые дни, например, вот по графику. 31-й, 1-й, 2-й января. У вас выполнено что? У нас... Сейчас мы ещё график делаем. Посмотрим. Может, посчастливиться дома. Ясно. Ну, с наступающим вас Новым годом, всю вашу семью. Дай Бог, чтобы в Новом году у полиции было всё развивалось в лучшую сторону, а жители Павлодара и Павлодарской области вели себя очень хорошо. Спасибо большое, чтобы инфопо тоже было благоприятно. Ну, это не про мою программу, к сожалению. Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу программу. Пьяный Павлодарец переполошил спецслужбы сообщением о заложенной бомбе в 17-й школе. Полицейские факт проверили и взрывчатку не нашли. А вот звонившего установили. Зачем это сделал и объяснить не смог. Теперь открыто уголовное дело. Более ста человек планируют освободить из колонии в рамках амнистии в Павлодарской области. Напомню, проводят её в честь 30-летия независимости Казахстана. В течение года в департаменте уголовно-исполнительной системы подготавливали списки осуждённых, которые могут рассчитывать на прощение со стороны государства. В колониях Павлодарской области на сегодняшний день отбывает наказание почти 2000 человек. Рассчитывать на амнистию могут лишь 257. При этом из них только чуть больше 100 выйдут на свободу. Это те, кто попали в места лишения свободы, к примеру, за кражи. 154 арестантам сократят срок. На прощение от государства могут рассчитывать также почти 700 человек, состоящих на учёте в службе пробации. На сегодняшний день сотрудниками отделов спецучёта направляются материалы в суд. Для рассмотрения применения амнистии. Как только будут назначены суды, осуждённые будут присутствовать на процессах и будут подлежать. Дальше уже суд будет принимать решение освобождать, сокращать срок и так далее. Стоит отметить, на амнистию могут рассчитывать только те, кто совершил преступление, не повлёкшее причине вреда здоровью или жизни людей. Даже осуждённых, к примеру, за грабежи нет в списках, не говоря уже о тех, кто отбывает наказание в колонии строгого режима. Там, как правило, оказываются за убийство, педофилию и распространение наркотиков. 30-летнего мужчину наказали в Экибастузе за торговлю пиротехникой через Инстаграм. Причиной стал тот факт, что изделия не соответствовали требованиям безопасности. В итоге весь товар забрали и ещё и выписали штраф в 73 тысячи тенге. За вырубку молодых ёлок задержали мужчину в Железинском районе. Нарушитель, предполагают специалисты, готовил хвойный на продажу в преддверии Нового года. Между тем, охранники природы начали рейды. Проверяют у реализаторов разрешительные документы. Всего в области зарегистрировались 11 предпринимателей. Реализация хвойных в Павловской области на данный момент перешла в массовость. На пересечении улиц Нуркина и Ста появился целый лес. Новогоднюю красавицу можно выбрать любого. Размера цены от 4 тысяч тенге. При этом к продавца предъявляют ряд требований. В основном они касаются наличия целого пакета документов. Галина Сакьянова к выбору ёлки подходит основательно. Признаётся, дома есть и искусственная, но популярностью в семье она никогда не пользовалась. А потому каждый год всё равно идут на базар за свежесрубленной. Знаете, мы живём-то один раз, надо порадоваться природе, порадовать себя, своих внуков. А чё искусственная? Чем она там пахнет? Китай этот? Не, я всегда живую беру. Вот сейчас сижу, думаю, то ли ель взять, то ли сосну взять. В Павлодаре несколько точек, где торгуют ёлками. Есть места, отведённые Акиматом, но предприниматели также арендуют территории, к примеру, возле торговых домов. Из документов должны быть накладная на хвойные, данные о прохождении таможни, сертификат от фитосанитарии. Без нарушителей не обходится. По области уже один факт. Заготовки незаконной ёлки уже зафиксирован. Это Урлютюбское государственное учреждение по охране лицов и животного мира. Это село Железенко, значит. Выявлено лицо по незаконной вырубке хвойных пород молодняков. Материалы переданы в РОВД. По правилам продавец обязан предоставить чек при продаже, но на деле этого не происходит. Признают это и специалисты отдела предпринимательства. Полиции тем временем заверили, наказывать людей, идущих с ёлка в центре города, вряд ли станут. А вот на окраине такой человек может вызвать подозрения. Мужчина, выпивший для храбрости перед встречей с девушкой, лишился прав. Автолюбителя задержали полицейские вертышские. При выяснении обстоятельств водитель пояснил, едет на свидание к даме, в которую сильно влюблен. Кстати, до дамы сердца он так и не доехал, поскольку еще получил и 15 суток ареста. 15 автолюбителей в Павлодаре лишились госномеров с начала зимы за езду на летней резине. В полиции предупреждают менять шины обязанность водителей, а не пожелание. По статистике, в период гололеда на городских дорогах число ДТП резко возрастает. И причиной нередко становятся неподготовленные покрышки. На сухом асфальте тормозной путь, легковушки в пределах 20 метров. А вот на обледенелой дороге увеличивается до 120. Специалисты отмечают, без зимней резины машина и вовсе становится практически неуправляемой. Приводит это нередко к ДТП, причем смертельным. Полицейские предупреждают с 1 декабря и до конца февраля за летней шиной имеют полное право наказывать. Водитель транспортного средства должен переобуться с летней на зимнюю резину. Перечет штраф в размере 5 МРП. Изымаются государственные регистрационные номерные знаки. После устранения водителям государственные номерные знаки возвращаются в данном транспортном средстве. По правилам зимняя резина должна быть на всех четырех колесах. Среди павлодарских автолюбителей встречаются случаи, когда шипованные шины ставят только на ведущую ось. К слову, по статистике, в период оттепеля и последующего понижения температуры число ДТП в городе достигает 15-20 в сутки. Напоследок об историях из жизни семей. В Павлодаре парень выбросил вещи сестры из квартиры через балкон и закатил ей скандал. Родственница временно поселилась у брата. Видать, ужиться оказалось нелегко. Успокаивать пришлось полиции. Мужчина, увидев сразу же порядка, пыл поубавил, а в итоге даже извинился. В Баянаульском районе мужчина вернулся с командировки раньше времени в свой день рождения, чтобы сделать подарок супруге и застал ее с другим. Без скандала, конечно, не обошлось. Слово за слово и в итоге получил сам муж. Женщина нанесла ему несколько ударов по лицу, пришлось даже вызывать скорую. Как дальше будут складываться семейные отношения неизвестно, но протокол об административном правонарушении полицейские составили в отношении жены. Такой была неделя происшествий. Если ваши права нарушают, звоните в нашу редакцию 5549. Разберемся вместе. С вами был Артем Клеван и пусть закон всегда будет на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин